Ультра-вайт или же сверхширокий монитор. Штука крайне удобная и на вид крутая. И как только он у меня появился в видео, тут же посыпались комментарии. Что за монитор, какая диагональ и советуешь ли вообще его для монтажа и цветокоррекции и так далее. В этом выпуске я отвечу на все ваши вопросы, расскажу про главное преимущество таких мониторов и также скажу, почему я себе его не оставил. Всем привет! Это модель LG 38WK95C. Он имеет диагональ 38 дюймов и разрешение 3840х1600. А также искривленный экран для большего удобства и погружения в картинку. Все технические характеристики рассказывать не вижу смысла, они есть в интернете и наполнять бессмысленной водой выпуска не хочется. Давайте сразу перейдем к интересным вопросам. Да, подходит. Особенно если вы работаете на длинном таймлайне, который здесь можно растянуть на всю ширину. Также с помощью фирменного софта можно окна расположить по заготовленным шаблонам и типа разделить экран на несколько частей. Конечно, если вы раньше работали с двумя мониторами, то одного большого вам все равно будет не всегда достаточно, так как программная система расположения окон не всегда самый удобный вариант, но об этом позже. Касательно цветопередачи и заводской калибровки здесь вопросов вообще, ну, можно сказать, почти нет. Можно подстроить отдельно каналы яркости RGB, адаптировать экран под работу в светлой комнате, хотя не знаю, кто делает цветокоррекцию профессиональную в светлых помещениях, я лично категорически не рекомендую это делать. Все видео, которые я успел покрасить на этом мониторе, выглядят отлично на всех устройствах. Для работы в 3D, программировании, дизайне и частично в монтаже. И, конечно же, для компьютерных игр. Экспириенс игры на этом мониторе просто незабываем. Это настолько круто, что, естественно, ни словами, ни камерой это не передать. Конечно, компьютер для вывода картинки в 4К в современных играх нужен достаточно мощный. Но, май гад, это того стоит. Скажу честно, если бы были лишние бабки, то я оставил бы монитор у себя, чисто для игр. Но плавно переходим к тому, почему я себе его не оставил. У меня достаточно специфическая деятельность, которой занимаются далеко не каждый. Я записываю туториалы, как вы знаете, и провожу стримы. Тримы я провожу как по монтажу, так и по прохождению различных сюжетных компьютерных видеоигр. Кстати, подписывайтесь на Твиче. И представьте ситуацию. Я записываю туториал в 4К в формате 21 на 9. А именно такое соотношение сторон имеет этот монитор. И как показывает статистика, таких мониторов крайне мало. И какой-то зритель, который будет смотреть на Full HD в своем 15-дюймовом мониторе, просто ничего не увидит в интерфейсе. О такой функции, как Zoom в плеере YouTube пока что не предусмотрено. И когда она будет, и будет ли вообще, неизвестно. Экран, конечно, можно разделить с помощью фирменного софта на окна, но программно Windows все равно будет знать, что монитор в системе один. И OBS, Open Broadcast Software, программа, с помощью которой я делаю запись экрана, и даже Streamlabs OBS, это программное разделение кушать не хочет. Есть другие, более продвинутые программы для разделения рабочего стола, такие как Display Fusion, Windog, Dewey, UltraView и так далее. Те, что бесплатные, часто вылетают, и после пробуждения от сна компьютера работают некорректно. Окна перемешиваются, постоянно возникают какие-то баги с панелью инструментов, она дублируется, в некоторых случаях она вообще не откликается. А те, что получше, к примеру, UltraView, стоят 100 баксов. И даже демки нету, чтобы я точно знал, за что я плачу деньги, работает ли эта программа или нет. Здесь, наверное, играет дело привычки, но мне даже этого огромного 38-дюймового монитора не хватает. Потому что даже если мы поделим 38 дюймов на 2, у нас получится 2 19-дюймовых квадратных монитора. А самое ходовое соотношение сторон сейчас во всем мире для реклам, промо-роликов, свадьб, корпоративов и так далее, стримов, это 16 на 9, если мы не берем в учет вертикальный формат Инстаграма. И развернуть на весь экран 16 на 9 на квадратном 19-дюймовом мониторе у нас не получится. И как я говорил в позапрошлом вопросе, если вы работаете с широким таймлайном, то такой моник будет сверхудобен. Но лично мне не хватает еще одного. Я бы в принципе оставил этот и взял бы еще один поменьше для референс-монитора или слэш-плейбэка. Но этот монитор он огромный и для еще одного монитора места на столе не остается. И плюс ко всему он достаточно дорогой. Вместо него можно спокойно взять два трушных настоящих 4К-монитора по 27 дюймов, что я в принципе и сделаю. То же касается игр. Как я могу развернуть игру на весь экран, если мне надо читать чат и видеть экран ОБС и мониторить качество стрима? Разделить монитор на два виртуальных? Не все игры кушают такое программное разделение. И игру приходится запускать в оконном режиме. Отрушенные геймеры знают, что когда ты запускаешь игру в оконном режиме, то курсор мышки вываливается и вообще атмосфера игры теряется. Я не вижу от этого вообще никакого кайфа. Я конечно допускаю возможность того, что есть какой-то хитрый способ заставить Windows думать, что вместо одного монитора подключено целых два. Но я перепробовал очень много вариантов, прочитал форумы наши, зарубежные и потестил бесплатные программы для разделения рабочего стола. Я не знаю, у меня не получилось это сделать. Мне реально жаль, что монитор от меня уезжает, но я уверен, что два по 27 дюймов с настоящим 4К. Не забываем, что разрешение этого монитора 3840 на 1600, а настоящая 4К у нас 3840 на 2160. Ну и напоследок, при просмотре большинства фильмов или сериалов, то по сторонам остаются вот такие вот черные полоски, которые не сильно напрягают, но лично мне доставляют некий эстетический дискомфорт. В общем, я поделился с вами личным опытом использования Ultra Wide монитора. Снова повторюсь, он достаточно крутой по цветам, подсветке, экспириенсу, который ты испытываешь в играх. Но если ты так же, как я, занимаешься стримами игровыми, если ты записываешь туториалы или просто привык к сетапу из двух и более мониторов, то я бы на твоем месте выбрал что-то другое. Спасибо всем, кто посмотрел. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео и не болейте, не тупейте. Всем пока. Кстати, в одном из следующих уроков мы будем калибровать монитор. Я расскажу вам про цветовые профили Windows, а также про калибраторы. Так что действительно стоит подписаться на канал и все. До новых встреч!